Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Управда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Рубли за мусор. Как получить бонусы за отходы и стать волонтером через мобильное приложение. Стадион за 3 миллиона, о чем мечтают корсунские дети. У Ульяновской области есть шанс победить колейность на дорогах. В Ульяновске взобновил работу градостроительный совет. Аппаратное совещание прошло в губернаторском лицее номер 100, что в микрорайоне Юго-Западной. До этого глава области посетил строительные площадки нового квартала. Поэтому двумя основными темами заседания стало строительство и подготовка к новому учебному году. Подробности у Егора Титова. Губернатор объявил, что наступившая неделя будет посвящена национальному проекту «Жилье и комфортная среда». Сергей Морозов обозначил задачи, которые стоят перед регионом по этому направлению. Я напомню о том, что мы в этом году должны с вами сдать более миллиона, там миллион восемьдесят пять тысяч квадратных метров. Такого объема жилья мы никогда не строили. В общем-то, как и предыдущий год, как и позапрошлый год. Мы уже лет пять там бьем подряд, так сказать, каждый год рекорды. А в двадцать четвертом году, коллеги мои, к двадцать четвертом году включительно, мы должны с вами выйти на один миллион четыреста семьдесят девять тысяч квадратных метров. По итогам первого полугодия сдано 412 тысяч квадратных метров жилья. Это на 38% больше аналогичного периода прошлого года. Область занимает лидирующее место в Приволжском федеральном округе по этому показателю. Но вместе с тем есть и проблемы. Они связаны, например, с переносом срока сдачи в эксплуатацию жилья на более позднее подалевому строительству. Этот вопрос губернатор обсуждал с застройщиками и собственниками района юго-запада. Люди, они же верили и нам, мы же здесь тоже в этом микрорайоне тысячу раз были. Они же продали там кто-то свои квартиры, вложили эти деньги в новое жилье, понимая, что им сказали, что вот через полгода дом будет сдан. Полгода посчитали, так сказать, сколько будет стоить им съемное жилье. А в результате не полгода, а уже там полтора года на съемном жилье. А это уже совершенно другие затраты для семьи. В области действует закон о защите прав дольщиков. Работают два фонда, занимающиеся проблемами участников долевого строительства. Губернатор поручил разработать дополнительные меры поддержки. В частности, должен быть список всех проблемных объектов. Помогать нужной компаниям вовремя доводить до конца строительства. Мы готовим, Сергей Иванович, ряд мероприятий, которые направлены на поддержку отрасли именно тех компаний, которые имеют производство и которые выпускают строительные материалы. У нас есть пакет мер, которые направлены на поддержку именно тех компаний, которые попали в серьезную ситуацию. То, о чем вы говорили сегодня в начале совещания. Мы не питаем никаких иллюзий. Мы понимаем, что экономическая ситуация достаточно серьезная. И мы намерены выполнить, безусловно, нацпроект. Губернатор обратил внимание на другие составные части национального проекта. Глава области поручил активнее заниматься переселением из ветхого и аварийного жилья и разработать комплексную программу благоустройства. Создание комфортной среды – одна из приоритетных задач. И все, что ей мешает, должно устраняться. Например, незаконные парковки. Включаются к жилым домам, ни за что не платят. Ну, все одно просто. И антисанитария, и нарушение законов. Губернатор поручил заняться разработкой единого законного пространства для парковок в Ульяновске и Димитровграде. А строительные тематики перешли к вопросам образования. Губернатор объявил начало сбора вопросов от родителей, учащихся и учителей к традиционному августовскому образовательному форуму. Он пройдет с 15 августа по 5 октября. А его гостем станет министр просвещения России Ольга Васильева. Одним из главных тем станет обсуждение нацпроекта в сфере образования и регионального закона о статусе педагога. До начала нового учебного года осталось меньше трех недель. Образовательные учреждения должны быть готовы к приему детей раньше этого срока. Разработан график и поэтапно каждый день в графике появляются новые школы и другие образовательные организации. Так вот на сегодняшний день таких 420. Не принято из них 24. Это значит, что организациям дано время для устранения замечаний, выявленных в ходе приемной кампании школ. И повторно, комиссионно будут выходить эксперты для того, чтобы оценить исправленные недочеты и вновь принять школу или иное образовательное учреждение. По многим провинившимся директорам уже вынесено административное решение. Напомним, на прошлом аппаратном совещании губернатор потребовал, чтобы руководители образовательных учреждений, которые со второго раза не смогли пройти приемку, увольняли. Приемной кампании участвуют не только школы и детские сады, но и учреждения дополнительного образования. Участники аппаратного совещания выслушали, как готовятся к учебному году детские школы искусств. В этом году к приемке предъявлено 54 образовательных учреждения в сфере культуры. В целом на сегодняшний день готовность детских школ искусств составляет 89,7%, плановое значение подготовки 86%. По областным учреждениям готовность 93,3%. Здесь мы немножко отстаем по подготовке Ульяновского колледжа культуры и искусства. Работы по ремонту кровли мы планируем завершить до 27 августа. Учреждение будет готово. По образовательным организациям муниципальным общая степень готовности 86,1%. Большинство работ в школах, по словам замминистра, завершатся к 15 августа. Следующая рэперная точка 16 августа. Степень готовности в этот день должна быть 97%. Да, полностью школы искусств должны подготовиться к началу учебного года, к 20 августа. Егор Ситов, Юрий Конехин, Новости Управда ТВ. В Ульяновске возглавил работу градостроительный совет. Входящие в него архитекторы и строители будут заниматься внешним видом наших улиц, парков и набережных. В регионе также продолжается расселение домов, признанных аварийными до 2017 года. О важных городских процессах в материале нашего корреспондента. Делать город красивее и помогать ульяновцам в жилищных вопросах теперь будет градостроительный совет. Государственный орган из 15 специалистов-архитекторов и строителей создан в этом году. Главу пока не избрали. Сегодня прошло первое совещание при губернаторе Сергея Морозове. Сначала прошлись по проектам новых микрорайонов, затем перешли к насущной проблеме нехватки молодых кадров. Зодчие в наших краях и вовсе в дефиците. Мы говорим о сегодня. Подготовьте молодых архитекторных кадров. Для нас это одна из самых важных задач. Я вчера еще раз сказал о том, что встречаясь буквально некоторое время назад, поговорив, молодец должна делать сразу и второй шаг. Действительно дать возможность создать суперкомфортные отношения, комфортные условия для того, чтобы молодые люди, талантливые люди не уезжали из города Ульяновска или из Ульяновской области. Пока молодые специалисты встают на крыло, ухаживать за красотой нашего города будут опытные архитекторы. Александр Капитонов представил проект под названием «Город для людей». Пообещал прислушиваться к мнению ульяновцев и мониторить потребности. Допустим, проводить исследования, которые изучают мнение жителей, вовлекать жителей, в первую очередь информировать их о тех изменениях, которые предстоят. Тема преображения города продолжилась на территории микрорайона УКСМ. На улицах Ватковой есть дома, непригодные для жилья. Жители расселяют с 2016 года. Уже переселено и снесено 5 домов, такие как Хватково 2Б, Хватково 6, УКСМ 3, 7, 8. В настоящее время заключен муниципальный контракт на поставку 71 квартиры для переселения Хватково 10, 8. Уже 35 квартир переданы в собственность городу. Четыре дома на Хватково переселят в 2020 году. Люди из этих домов с нетерпением ждут переезда. Им поскорее хочется сменить бараки на опрятные новостройки. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, новости Улправды ТВ. Ульяновская область постепенно накапливает успешный опыт реализации проектов цифровизации и использования умных технологий в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Сегодня ведущие IT-компании работают во многих регионах России и зарубежных странах над проектами автоматизации промышленного производства, розничной торговли, электронной коммерции и здравоохранения. В мир цифровых технологий заглянула Наталья Чумаченко. Ульяновские разработчики знают, как привлечь максимальное количество людей к экологическим проблемам. На днях компания iTech Group запустила приложение в Торплюс. Его суть в том, чтобы помочь человеку правильно сдать мусор на вторичную переработку и научить людей правильно сортировать мусор. Через экран мобильника можно узнать, как подготовить мусор, заказать вывоз в удобное для себя время и получить за это бонусы, которые затем можно обменять на рубли. Пользователь скачивает приложение со стора, регистрируется по номеру телефона и дальше у него есть выбор. Он может просто сдавать мусор, либо он может забирать мусор и участвовать в качестве водителя. Причем у пользователя есть выбор – сдавать мусор, либо же забирать его и участвовать в качестве водителя. Еще одна интересная разработка – доброе мобильное приложение «Твой час». Пользователь мобильного решения после регистрации может выбрать задание в системе по своим возможностям – оказать помощь геронтологическому центру, многодетной семье, одиноким родителям или детям с ограниченными возможностями здоровья. Любой желающий может бесплатно скачать приложение на свой смартфон и стать волонтером. Пилотными регионами для его внедрения стали Ульяновская область и Удмуртская республика. На сегодняшний день уже зарегистрировано, если не ошибаюсь, больше 10 тысяч человек, которые считают себя волонтерами. Чаще это не профессиональные волонтеры, это люди уже, которые по статистике у нас более 70% как ни странно оказалось людей 35+. То есть это люди уже состоявшиеся, которые искренне хотят чем-то помочь, поделиться. Напомним, по поручению губернатора Сергея Морозова в регионе создаются комфортные условия для роста и развития IT-компаний. Для организации действуют пониженные налоговые ставки, грантовые программы. IT-специалисты могут получать единовременную социальную выплату при приобретении готового жилья в ипотеку. Также по областной программе цифровые технологии уже сегодня подготовлен реестр компаний, проекты которых могут принять участие в конкурсном отборе на получение грантов Федерального центра, стартующего 1 сентября 2019 года. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ. В селе Языково Корсунского района скоро появится новый спортивный объект. Когда он будет готов и нужен ли он местным ребятам? Подробности в материале Виктории Черковой. Школьники из села Языково мечтают о новом стадионе. В этот раз им выпала возможность напрямую заявить об этом губернатору. Юные активисты встретили главу региона на заброшенном футбольном поле и обсудили с ним планы благоустройства. Десятиклассница Екатерина Павлова уверена в том, что новая площадка будет полезна не только для активного отдыха, но и для профессионального спорта. Потому что у нас проходят различные спартакиады в области школы и в районе. Также, если мы выиграем, мы едем на область. Поэтому этот стадион будет нашим началом, где мы начнем заниматься. Стоит отметить, что преображение стадиона уже началось. Кирпичное здание начали ремонтировать. Вскоре на нем появятся душевые и комнаты для переодевания. Саму площадку пока не трогали, но к первому ноября на ней должны появиться спортивные снаряды, покрытие и хоккейная коробка. Согласно смете, в этот объект будет вложено 2,7 миллиона рублей. Виктория Черкова, Даниил Сурков, Новости Управды ТВ. Сооружения механическо-биологической очистки в Новоульяновске были введены в эксплуатацию более 50 лет назад. И за это время комплекс пришел в неприглядное состояние. Работы по реконструкции очистных сооружений начались в 2017 году. За это время разработали проектную документацию, получили положительное заключение госэкспертизы. Сейчас по нашим расчетам эти очистные, они выполняют, конечно, какую-то механическую очистку, но как биологическая очистка она уже не работает. И суточный прием вот этих вот сточных и хозбытовых стоков где-то около 1200 кубов в час при проектной мощности 600. Сюда, с селок Северной, ну и с некоторых мелких предприятий, которые находятся на промышленной площадке. Строительно-монтажные работы начнутся в следующем году. Установят новые бассейны, приемные камеры и отстойники. 293 миллиона рублей общая стоимость работ с этим очистным сооружением. Сейчас техническое задание подготовлено на проведение торгов. Лимиты у нас есть региональные. Значит, рассчитываем, что где-то в октябре месяце мы полностью контракты заключим. Уже предварительные переговоры провели с потенциальными участниками. Реконструкция позволит в три раза увеличить пропускную способность объекта с 630 кубов в час до 2000. При этом в три раза уменьшится количество неочищенных вод, сбрасываемых в Волгу. Работы проходят в рамках федерального проекта оздоровления Волги нацпроекта «Экология». Общая сумма финансирования в Ульяновской области до 2024 года составит около 5 миллиардов рублей. Анна Тищенко, Новости, Улправда ТВ. Одна из главных бед российских дорог сегодня – это колея на дорогах. Водители спорят, кто виноват – дорожники, погода, обилие машин или большегрузы. Правительство в усиленном режиме вкладывает деньги в дороги, вводя то новые налоги типа Платон, то запуская новые правила ремонта и обслуживания автотрасс. И вот, кажется, решение наконец-то найдено. Вводятся новые дорожные ГОСТы, в связи с чем лаборатория Министерства транспорта обзавелась новыми агрегатами, которые смогут заранее оценить качество дорожного покрытия, как раз под тем критерием, на который жалуются современные водители. С вопросом разбирался Павел Половов. Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заставила российские власти задуматься о новых стандартах для строительства и ремонта дорог. Сейчас идет активная их разработка. В рамках внедрения пробных стандартов лаборатория ульяновского Минтранса обзавелась оборудованием, которое может оценить качество дорожного покрытия. В этом году за эталон в России взяты немецкие автобаны. Поэтому технологии оборудования немецкие. Применение новых технологий, конечно же, потребовало от нас и пересмотра того оборудования, которое мы используем для проверки качества выполняемых работ. Технологии – это совокупность средств и методов производства. У нас есть немецкая техника дорожно-строительная. Это уже именно нарицательное такое. Все дорожники знают, что асфальтоплачки и катки – это лучшее, что может быть для дорог. Это надежная техника. Но есть еще вторая часть технологии – это собственная работа в лаборатории. Подобная работа велась и раньше, только оборудование позволяла тестировать асфальт с точки зрения советской дороги, по которой ездило гораздо меньше машин. Нынешнее обилие мощных легковушек и грузовых машин диктует иные условия тестов. Аппараты проверяют покрытие на образование колейности, старение битума, способности к уплотнению. В первую очередь проходит проверка состава асфальта. Отдельный разговор о размерах наполнителя. Камни разного калибра должны быть равномерно распределены в смеси. Если крупные и мелкие плохо перемешаны, то асфальт будет разрушаться. Если битум не дорожный, а кровельный, покрытие поплывет или потрескается. Если асфальтобетон излишне пластичный, будет колея. В связи с тем, что вся Россия в настоящий момент перешла уже в технический регламент Таможенного союза, вступил в действие, и все переходят на новые стандарты, гармонизированные в том числе с границей, с европейскими стандартами. И все эти новые стандарты, они предполагают новые асфальтобетоны, на которые как раз мы перешли в этом году, в 2019 году мы перешли как раз. Это предварительные национальные стандарты, это асфальтобетонные смеси и щебеночно-мастичные асфальтобетоны. Ранее результаты работы страдали от того, что битум, основа дорожного покрытия, не той марки попадал в дорожную смесь. Та, в свою очередь, лопалась на морозе, выщерблялась от влаги и образовала колеи в жару. Специалисты уверяют, новое оборудование существенно снизит эти риски, и одной из главных бед в России станет меньше. Павел Половов, Даниил Сурков, Новость Улл Правды ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящие сутки в регионе сохранится прохладная погода. Завтра в Ульяновске ожидается температура 18 градусов по Цельсию, ветер юго-восточный 2 метра в секунду, магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый, индекс средний. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulprado.ru, побудьте в 18.50. До завтра! Субтитры создавал DimaTorzok